Всем привет, с вами Тед и это Игры Профессионалов. Смотрим и учимся у лучших игроков, у корейцев, игры с корейского ладера. То есть игроки не готовились к друг другу, играли в свое удовольствие. Это у нас Pro Tools, Patience и Zerg Rogue. Будем смотреть сегодня от лица Zerga. Сегодня смотрим от лица Zerga, собственно, как Zerg играет, как играют лучшие. Если вы хотите стать лучше, надо учиться у лучших, конечно же. Вот, открывается Drone over Drone. То есть здесь у нас никаких не будет сюрпризов, каких-то новшеств. Собственно, все нормально. Посмотрим, как лучшие Zerga играют против Pro Tools. Поэтому, если вы хотите понять, как играть за Zerga против Pro Tools, вы попали по адресу и мы посмотрим. Посмотрите, идет 15-я хата. Такой вот трюк делает Rogue. Получается, это делается как раз таки, чтобы вот так вот Patience не мог заблокировать нам хату. То есть вставить чуть-чуть ее раньше, чем обычно. Вот, Overlord летит через Naturale, чтобы проверить, будут ли фотонки или еще что-то противное. Затем 18-й газ, наверное, должен быть, а не идет. Ну, сейчас самое время. Да, газ сейчас ставится. Сейчас ставится пул, тоже 17-й. Вот так вот, 15-я хата, 18-й газ, 17-й пул. И все, в принципе, открылся, видит, что его не фотонят. Overlord не летит. Не летит в разведку. Достаточно одного Overlord-а, Rogue, для того, чтобы понять, чем будет заниматься Patience. Либо его план на игру в целом, опять же, удовлетворяет, что информация будет ограничена лишь тем, что в стенке находится у пропица. Четыре собачки, все по стандарту, прогоняют эту пробку со своей половины карты. Две королевы. На королеву идет ставить Creep, вторая делает инъекцию. Ну, и обычно, конечно же, это много королев идет. Сейчас так модно защищаться от протиса. Тех протисов, которые играют в грелочек. Вайдрэв, да. Еще одна королева прошла. Урость. Третья минута. Сейчас должны вернуться рабочие нога, скорее всего. Хотя Rogue пока не спешит. Не спешит. Видит, что стенка закрыта. Видит, что это адепты. И, наверное, понимает. Наверное, понимает, что это будет, конечно же, Старгейт. И Зерлинги. Зерлинги, посмотрите, повсюду становятся вместе с Overlord-ом. Overlord летает в третью. Смотрит Зерлинги по углам, по базам. Смотрит, ставится ли третья упорота. Это самое главное. Может, что-то будет лететь в сторону Rogue-а. Уже есть спорки. То есть, он обезопасился Хаттана, которая одна квина. Конечно же, со споркой. Там, где две квины, без спорки. Идет Роуч Варен. И на газ все еще никого не возвращается. То есть, никого. 39 у нас дронов. И он видит, что Грелка приходит занимать третью базу на четвертой минуте. Пытается пробежать Зерлингами. Не получается у него. Он понимает, что это, скорее всего, будет Грелки из торги и пи. То есть, все как обычно. В принципе, в Европе модно такое отвечать. Модной стратой германское такси называется, когда мы садим Грелочек в Грелочек наших королев. Собственно, мы садим в Аверлордов и везем на другую часть карты. Но корейцы так пока еще не всегда играют. Посмотрим, какой же будет ответ у корейцев на этом. Пошел в Эр. Идут газы дополнительные. То есть, 4 газа в общей сложности ставятся. Газа идет немножко лингов. И идут еще 2 газа. 6 газов говорят о том, что это будет ядра. Ядра. То есть, сейчас идет эволюшн для апгрейда. Проверяет количество там рабочих, если получится. Рог. И все. И будет переходить в ядру. Это доделывается. У него 64 рабочих на 5 минуте 30 секунде. Есть немножко лингов, чтобы контролировать карту, отбиваться от адептов. В общем-то, отбиваться на каждой карте по квине, по спорке есть как минимум. И есть еще пара запасных мин. Так, идет гидроден. Как я и говорил, пошел гидроден. Идет скорость врача. То есть, трог еще предварительно куда-то вкладывать дополнительные свои ресурсы. Вот. То есть, тараканчики со скоростью тоже полезные. Полезные, да. Потому что это могут быть не просто грелки, а, к примеру, еще адепты. Вот как раз пришли 2 адепта. И против адептов будет неплохо иметь против надземной армии протаса немножко и тараканов со скоростью вдобавок. Здесь для этого есть пока что наши серлинги. Все нормально. Да, строился гидроден. Сейчас пойдет какой-то апгрейд в нем. Это пошли. И, конечно же, атака плюс 1. Плюс 1 дальность атаки. Рэнч увеличиваем. Пошла гидра и начинается замах. Да, и вот это вот самый как раз волшебный момент в игре против протаса. Когда в 6.30 протаса только только начинает подготавливать свое производство под свою экономику. И начинает увеличивать свою армию, да. Взерка наоборот. Уже взрыв производства идет. Да, он приходит. Файдреи бегут за королевами. Догоняют. Ее лечат. Но выходит гидра. Гидра выходит. И сейчас начинается наша первая стычка. Файдреи убегают. Потому что очень долго убивать королев. В принципе, и с гидрой сильно мы не справимся. Если ее выбежит много. Тем временем зерлинги делают небольшое забегание. Убивают парочку зелков. Это успешно. Хорошее забегание получилось успешное. Но здесь ничего мы не сделаем. Потому что батарейка, батарейка все, конечно, спасет. Пара зерлингов это немного. Вот делается плюс один на атаку. Делаются еще дроны. 76 дронов. 76 дронов у протаса. Ой, зерга. Зерга сейчас в состоянии защиты. Делает маски друг. И в принципе, к восьмой минуте это будет пуш. Это будет пуш к восьмой минуте. Должен быть, как минимум. Обычно идет пуш. Гидра, рачи и ренги. Но. Видно, видно, что четвертую ставит, скорее всего, протас. Он должен сейчас это проверить. Включает оракла. Идет пуш. Да, пуш. В восьмой минуте. И вот то, о чем я говорил. То есть протас пока только готов начинать свое путешествие в мир больших лимитов. А у зерга восьмая минута тридцатая секунда уже 200 лимита. 200 лимита. Понимаете, сколько это много. И идет вот такой вот пуш. Идет сплет по двум направлениям. Отжимает. Не дает занять четвертую. И начинается битва. Начинается битва. И вот. Идет. Включает. Если бы здесь была только гидра, то это очень бесполезная армия. И на батарейке, на батарейке с, конечно же, оверчаржем невозможно навалиться. Но. У протаса за счет того, что крелочки дорогие, не получилось выучить шторм вовремя. То есть он не смог выучить шторм к этой атаке. Потому что девятая минута 200 лимита. И есть подтанковать тараканы. Вот. Все равно. Все равно на архонов, на грелок, на имморталов тяжело-тяжело навалиться. Естественно, не получается с первой попытки у рога. Но его все равно 200 лимита остается. Лимит у нас все тот же пока. Есть в центре. То есть есть, есть чем отбиваться по эшнсу. Идет следующий налом. И под батарейки лезет рог. Супер батарейки уже нет. Оверчаржа уже закончился. Уже закончился. Шторм. Шторм еще не изучен. Соответственно, нету и штормовиков уже. Штормовики все превратились в архонтов. Идет, идет пуш. Идет война. Идет дранг. А зерк этот размен, в принципе, выиграет, скорее всего, в ноль. Да, размен у нас. Даже зерк отстал. Отстал. У рога неприятности. Посмотрите. Прогоняет рога. Размен. 8000 на 6500. Достаточно такой. Не самый лучший размен. Не в пользу рога. Но Пэйшнс позволил себе выйти лимитом 120 на карту. Это не тот лимит, которым хочется выходить на самом деле. Получает залп. Теряет юнитов. Видим, 350 опыта. 350 опыта. Это грелка. Это грелочка. Одна упала. Один водрей пал. Соответственно, вайдреев меньше. И Протса все еще 120 лимита. То есть он не может восстановить свой лимит. Пытается поставить четвертую. Но здесь нет батареек. Соответственно, ее защищать он не сможет. А зерга опять 200. То есть каждую минуту зерга становится 200. 200 лимита. Но уже рога отступает. Не пытается драться. Ждет плюс 2. Ждет плюс 2. Доделался грейд на гидру. Идет пятая база. Отличное развитие. И следующее 200 лимита. Я думаю, идет очередная атака. Ну, в этой атаке уже скорее станет защитой. То есть попадает в соплай блок. Хоть и 200 лимита, но один овер упал. То есть нужно его восстановить. Конечно же будет в ближайшее время. Ищет, ищет. Рог бегает по всей карте. Пытается не пропустить. Пытается не пропустить какое-то забегание или еще что-то. Находит здесь попытку занять себя новой базой. И ловит. Ловит без позиций процца. Немножко занимает здесь хайграунд. Идет забегание. Забегание на третью. Получает штормы. Штормы больно заходят. Половину жизни ровагерам снесло штормом. И идет битва. Процесс поделен на небольшие группы. То есть, потому что армия процца очень много соплай занимает. Получается очень-очень маленькая группа процца. Сейчас встречается с огромной армией зерга. Все 200 лимита. А грелочки тут где-то нет позиции. Идет битва. Идет битва. Будем за ней наблюдать. Будем за ней наблюдать. Здесь процца отгоняет часть зерга. Но попадает в засаду. Попадает в окружение. То есть, 360 градусов практически окружение зерга. Фокусятся штормовики. Фокусятся имморталы. И все. И протас в принципе уже выглядит, что падает. То есть, сейчас процца все еще 100 лимита. То есть, ничего не меняется на протяжении уже 6 минут. Зерга все еще 200 лимита. Опять же, ничего не меняется на протяжении 6 минут. 6 минут давления. И пейшнс падает. Пейшнс падает. Не выдержал. Не выдержал такого давления. Не сдержал И мне кажется он сейчас напишет GG Вот такая вот интересная игра профессионалов Надеюсь каждый смог Для себя собственно что-то извлечь Из этой игры посмотреть как можно зергом Давить протаса Как протас в принципе пытался защищаться от зерга То есть каждый может из этой игры Что-то для себя извлечь Надеюсь вам понравился матч Роу против Пэшенса И обязательно оставляйте комменты и лайки Если вы хотите больше Контента из сильнейших игроков Корейского ладдера С вами был Тед Пока